Референдум по изменению Конституции — несомненно многослойная и промежуточная игра, которая позволит новой власти, а конкретно Николу Пашиняну решить несколько существенных вопросов, наличествующих в настоящее время на данном этапе постреволюционной Армении. В большей степени именно Николу Пашиняну, потому что круг этих вопросов с очевидностью включает также проблему эффективности системы управления, перед которой стоит премьер-министра и наличие которой признал в ряде существенных заявлениях. Примечательно, что одно из них прозвучало на заседании правительства 6 февраля в связи с арестом руководителя комитета по градостроительству Ваагна Вермишана по обвинению во взяточничестве. Пашинян заявил, что происшедшее — оскорбление по отношению к нему и общественности. Речь, естественно, не об аресте, а о явлении, которое допустил высокопоставленный чиновник в условиях новых реалий и очевидной политической воли к борьбе с коррупцией. Однако здесь, конечно, проблема, и соответственно намек премьер-министра значительно более глубоки и касаются ветвей кадровой политики. В конце концов, кадровая политика формируется в столкновении интересов разных ветвей власти, проявлении лоббинга и так далее, и оскорбление, о котором говорит премьер-министр, пожалуй, намек не только в смысле систем ценностей, но также именно внутрисистемном. Особенно имея в виду, что тема развернулась еще в период отставки руководителя комитета кадастра Сархата Петросяна, который оправдывал свою отставку имеющимися именно в сфере градостроительства коррупционными рисками, указывая также на Вермишана и советника вице-премьера Тиграна Авеняна. В этом смысле примечательно также, что параллельно с развернувшимися в контексте проблемы к событиями и референдумам, иначе говоря, процессом своеобразного голосования народного доверия, происходит другое значимое кадровое изменение. Никол Пашинян отправил в отставку председателя военно-промышленного комитета Оветика Керобина, которому за несколько дней до этого был объявлен выговор. Фактически после этого проблема не была решена, в чем бы она ни состояла, показывая на имеющиеся более глубинные и многослойные проблемы, или в очередной раз свидетельствуя об их наличии. А здесь проблема, несомненно, глубоко политическая и не менее политична, чем внутреннее противостояние в сфере власть-оппозиция, в какой бы мере в обоих случаях их политический характер не был под большим вопросом или отличался относительностью. В этой ситуации референдум для премьер-министра Пашиняна приобретает, с одной стороны, смысл нового революционного дыхания для стимулирования определенных новых шагов, которые, в том числе, могут произойти также для перестановки и передвижений внутри правящего большинства. В то же время также создает широкий и многослойный процесс управления политическими процессами, который, с одной стороны, довольно собран, так сказать, в процессуальном аспекте, с другой, значительно децентрализует политические течения, интересы, что может позволить в определенной мере разрядить накопленную напряженность и поднять степень их управляемости. Параллельно Никол Пашинян сказал об озвученных в Степанакерте 5 августа всенародном консенсусе и шесть пунктах, вокруг которых предлагает формировать консенсус. Практически это не что иное, как инициатива или предложение, так сказать, постреволюцией он на идейной платформе в случае второй волны революции, что по объективным и субъективным обстоятельствам отсутствует после первой волны. Весь вопрос, конечно, в том, действительно ли сделано предложение, или это отвлекающий маневр для решения проблем в промежуточной игре, после которой может опять лишиться актуальности, как случилось фактически после 5 августа. Национальное собрание 6 февраля созвало внеочередное заседание по повестке первого чтения проекта об изменении статьи 213 Конституции. По проекту предлагается с момента вхождения документа в силу прекратить исполнение обязанностей назначенных до вхождения в силу седьмой главы Конституции членов КС, фракция Мойшак НС не будет принимать в первом чтении представленный ее проект о прекращении исполнения обязанностей судей КС, предлагая вынести его на референдум. Согласно полномочию НС, данному ему пунктом 3 статьи 202 Конституции, Мойшак принял решение о вынесении этого проекта на всенародный референдум. За это время прозвучали разные точки зрения, что власть запоздала с разрешением кризиса Конституционного суда, а эта медлительность еще более осложнила ситуацию. Правовед, член полицовета партии Республика Нарик Егиазарян разделяет точку зрения руководителя фракции просвещенной Армении НС Эдмона Марукяна, что не стоит из-за одного вопроса назначать референдум, делать огромные затраты, поднимать народ на ноги и приводить его на избирательные участки. В беседе с первым информационным правовед высказал мнение, что нет ожидаемых от КС опасностей. Мы возразили, что в обществе накопилось недовольство из-за затягивания реформ, люди ждут реальных шагов, чтобы осуществил Севетинг, реформа судебно-правовой системы. Я в свое время уже отмечал, что происшедшие в 2018 году события до тех пор будут считаться сменой власти, пока не принята новая Конституция. Чтобы эти события считались революцией, должны произойти радикальные изменения в государственных и общественных структурах. А это может быть закреплено только в Конституции. Можно на осень назначить референдум, представить нормальный проект со всеобщим охватом, с учетом всех вопросов. Нынешняя Конституция по форме и содержанию порочна, ее надо менять. Но ради одного вопроса не надо назначать референдум, сказал наш собеседник. Нарик Егиазарян считает, что надо потерпеть до осени, дать время комиссии по конституционным реформам, чтобы прошли обсуждения. Конституции должны приниматься в соответствии с нормами международного права. Мы приняли декларацию о политических и гражданских правах, приняли Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. И в данный момент не думаю, что надо идти на поспешные шаги, сказал он. На наше замечание, что есть опасность со стороны прежнего режима бывшие стремятся к реваншу, и поэтому упорно сопротивляются. Нарик Егиазарян ответил, в чем опасность. Посредством КС пытаются. Чем может КС содействовать активизации реваншистских сил. Исходя из правового статуса, полномочий КС, я такой опасности не вижу. В конечном счете, КС на 90% обсуждает дело на основе заявлений. Должны обратиться, что арест в качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна неправильно избран. КС не имеет права обсуждать такие вопросы. Это полномочия следственных органов и суда. КС не может поменять меру пресечения. Для раскрытия происшедшего 27 октября 1999 года в Национальном собрании и по сегодняшний день нераскрытого террористического акта вдова погибшего заместителя председателя Национального собрания Юрия Бахшина. Анаит Бахшан еще 18 декабря прошлого года обратилась в Генеральную прокуратуру, требуя отменить решение о прекращении выделенной части дела 27 октября и начать новое расследование. Ходатайство Бахшан было удовлетворено, решение органа предварительного следствия от 11 ноября 2004 года о прекращении производства уголовного дела было отменено, и расследование уголовного дела было передано Службе национальной безопасности. За это время главарь злодеяния 27 октября Найрюнанян написал письмо премьер-министру Николу Пашиняну, который, в свою очередь, переадресовал его в прокуратуру, которая его направила в СНБ для включения в расследование по выделенной части дела 27 октября. Стало известно, что в СНБ создана следственная группа по выделенной части дела 27 октября. Прокуратура частично удовлетворила ходатайство правоприемника потерпевшего по делу 27 октября, Анаит Бахшан, в котором она просила также создать следственную группу по выделенной части дела. Бахшан ходатайствовала о передаче уголовного дела под другую следственную юрисдикцию, передав его из Службы национального безопасности специальной следственной службе, в чем была отказана. Председатель Ассоциации политологов Армении, являющийся потерпевшим во время террористического акта, депутат Амаякова Несян, например, несколько дней назад в интервью первому информационному напомнил, что главарь террористического акта Найрюнанян был агентом СНБ, находился под контролем СНБ, следовательно, поручение расследования дела СНБ не вытекает из интересов дела, так как СНБ будет руководствоваться стремлением сохранения чести мундира своего ведомства. Одновременно и он, не тогдашний министр внутренних дел Расурян Абрамян, подавший после террористического акта в отставку, не исключили, что в следственную группу могут быть включены также профессиональные следователи СНБ. Мы поинтересовались у заместителя председателя Народной партии Армении, бывшего депутата НС Григора Арутюняна, насколько целесообразно доверять расследованию дела 27 октября СНБ, когда в свое время именно из-за небрежности, упущения СНБ произошел террористический акт. Если так рассуждать, то специальная следственная служба, другие правоохранительные органы тоже в свое время служили прежним властям. Все служили прежним властям, и если учитывать это, то им не надо доверять расследование никакого дела, — высказал мнение заместитель председателя НПА в беседе с первым информационным. На плечах правоохранительной системы сегодня и без того лежит груз расследования многочисленных уголовных дел, насколько реалистично поручать расследование дела 27 октября и ожидать, что оно будет раскрыто. В свое время я выразил мнение, что для проведения эффективного расследования правоохранительные органы сегодня работают слишком напряженно. Но если прокуратура сегодня послала это дело в СНБ, значит, будут в состоянии расследовать это дело, а какого качества расследования будет проведено, покажет время. Дело сложное, но раскрытие не безнадежно. Будем иметь в виду, что главарь террористического акта также выразил желание заговорить. Я однозначно остаюсь при мнении, что есть организаторы, и круг не ограничивается только лицами, совершившими террор, — сказал Григорь Арутюнян. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова